Моё знакомство с Забрыниной началось с близких отношений, дружеских с Анчим, с нашим тренером. Занимались мы на Торпедо, 8х8 ходили на футбол играть и узнал, что будет создаваться команда такая, Добрыня, что Стас создаёт, потом подписался на Стас в Инстаграме, стал следить за ним ВКонтакте, какая работа, то есть, велась, что происходило в этой команде. Ну и в дальнейшем уже после, наверное, года создания команды я написал Санычу, решил попробовать свои силы в тренерской карьере, так сказать. Ну, 15 лет назад я играл в одной команде со Стасом, это, соответственно, главный учредитель команды Добрыня. Мы вместе с ним тренировались в одной команде, и так получилось, что спустя какое-то время, да, все выбрали разные свои пути по жизни. И, наверное, года два назад я увидел, как Стас начал развивать один проект под названием Добрыня. Добрыня оказался около двух лет назад, то есть, в дублирующем составе, ну, то есть, здесь есть люди, с которыми я раньше когда-то играл, то есть, даже Саныч Кошкин, Дима Егоров, то есть, я их знаю еще давно по предыдущим своим командам, вот, футболом, то есть, я начал заниматься около 12-13 лет. Сначала играл на район, то есть, потом играл по второй лиге области. Изначально вообще увидел, что, ну, Стас, когда создавал Добрыню клуб, вот, он, ну, искал боголюбие людей, с кем можно, как бы, ну, сконтактоваться, кто людей знает, молодых, там, и не очень, вот, ну, кто может привести, как бы, знакомых, своих друзей, там, побольше информации дать. Ну, и, соответственно, как бы, мы с ним вот сконтактились, и с этого, как бы, вся история началась. То есть, я, по факту, сейчас действующий судья на областном уровне. Я служил мероприятия на области, на всем, ну, все футбольные соревнования, по большому футболу, по мини-футболу, те, которые проходят. Узнал о том, что формируется новый клуб в Добрыне. И, помимо первой команды, еще и формирует второй состав команды. Для первой команды, ну, как бы, мне по-судейским форматам не получается все равно с ним работать, поэтому я пошел в Добрыне. Связался с главным тренером, мне предложили, что, да, давай тренироваться, все, и таким образом я оказался в Добрыне. Каждый год появляются новые ребята, причем не только из каких-то футбольных школ, а просто со стороны приходят, пробуют себя. Кто-то остается, кто-то понимает, что он физически тянет, там, по всем параметрам. Кто-то ходил пару, два, три занятия, и все, исчезает. То есть, как бы, ограничений ни для кого я здесь не вижу. То есть, каждый, кто хочет заниматься, пожалуйста, приходите, тренируйтесь. Здесь всегда с распространенными объектами встретят, дадут возможность попробовать себя. Здесь никого ни в чем не ущемляют. То есть, хочешь играть, пожалуйста, тренируйся, если ты даешь результат, развиваешься, пожалуйста, все в твоих руках. А здесь, в принципе, вся доступность, она видна вот в тренировочном процессе. То есть, у нас даже есть по дубле, у нас 38 человек в группе, и постоянно посещаемость тренировочного процесса до 25 человек. То есть, я считаю, это, ну, хороший показатель. Если брать попадание, как бы, в команду, в основную, либо в дубль, детскую школу, то есть, постоянно есть открытые тренировки для детской школы, бесплатные. То есть, люди могут прийти, привезти своих детей, попробовать, понравилось, не понравилось, остаться там. Здесь все полностью открыто, то есть, приходи, доказывай. Я считаю, здесь люди все понимают, кто, у кого, какой уровень. То есть, играют на своем уровне. Если хотят прибавлять, это уже, то есть, какие-то, если свои мотивации есть, то тренеры будут его к основному составу подтягивать. В целом, для меня Добрыня – это семья, как и для всех нас здесь присутствующих. Ну, а в дальнейшем, как бы, у меня вся семья ходит, тренируется в Добрыню. Как бы, и брат родной детей водит, и я своих всех отдал в Добрыню. Ну, если бы жена могла пойти в Добрыню, она бы тоже туда пошла. Вот, а так, ну, естественно, как бы, хотелось бы, чтобы Добрыня всегда побеждала. Ну, как бы, и Дубль, и основная команда, ну, и, соответственно, все наши школы. Потому что для нас это все-таки семья больше, чем какой-то клуб. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если прямо сказать, состав команды – это на 50% изменился. То есть, будем честными, но я думаю, ребята, которые пришли, по моему личному мнению, я считаю, что они не уступают тем ребятам, которых, то есть, не стал в нашей команде. Вот. Все заряжены, то есть, все мы очень интересны. Если в том сезоне, как бы, был новый тренер, там, Дима Рыбалка, да, какие-то плюсы в любом случае он вносил, то есть, он, как именно первый был тренер дубля, ему, наверное, может быть, тяжело было с этим моментом разобраться, то есть, сплотить состав, вот, показать игру, то есть, поставить игру непосредственно команде. Поэтому, я думаю, ему тяжеловато было в этом. У всех свой подход, у всех своя харизма. Тренировки сейчас, на данный момент, по моему мнению, интереснее. Поэтому, я думаю, что, если сравнивать команды и коллективы того времени и нынешнего, я думаю, что сейчас намного лучше и интереснее. На мой взгляд, это две совершенно разные команды, хоть и, скажем так, процентов 30-35 осталось, но остался костяк, то есть, ребята, которые действительно хотят заниматься футболом, хотят посвящать себя именно команде Добрыня. В прошлом году команда была постарше, поопытнее в этом плане. То есть, много ребят, которые играли на областном уровне часто, но только по каким разным обстоятельствам из команды уже поисчезали. В этом году уже, как бы, сходу сразу, в принципе, даже если, ну, по контрольной игре посмотреть, вот, в Ставрово играли. То есть, там уже сразу же с первых минут начали играть, как бы, ну, в интересном футбол уже, ну, там, 10 лет. В физическом плане мы работаем достаточно много. В тактическом плане тоже работа стала побольше. В прошлом году было поменьше, в этом году больше, значит, отработка и обороны, и атаки, то есть, всех действий перемещений. Над этим всем работа ведется в очень хороших ключах. У нас в дубле очень много много ребят, которым нужна подстрастка, им нужно помогать. Этим, в принципе, мы и занимаемся, то есть, как бы, на играх, на тренировках, то есть, передаем свой опыт, чтобы они больше развивались, чтобы больше прогрессировали и могли в дальнейшем, если у них все получится, перейти в ту же первую команду, либо в другую, другую, ну, иную команду. Это уже как получится. Люди добавляют, люди добавляются, опять же, да, то есть, тот же самый Кирилл Ушаков, если в прошлом году только-только дебютировал, здесь он уже, то есть, получает игрового времени наравне с более старшими ребятами, опять же, либо с ветеранами. Вот, поэтому школа, я считаю, работает замечательно. Успехи в любом случае, как бы, есть, даже если, например, ну, про Кирилла Ушакова, конечно, только положительными словами можно говорить. Единственное, конечно, ему бы физики поднабрать свои, то есть, масса хотелось бы. А так парень вступает вот на тренировки, играем в квадраты, то есть, хорошо работает с мячом, держит мяч хорошо, видит поле хорошо, то есть, ну, в принципе, интересный такой мальчишка. Ну, самое главное, что ему нравится. Вот, если брать рыжего, золотые ножки Боголюбу, но в любом случае, да, он такой, как долго развивающийся нападающий, но, я думаю, все равно, если не забросит это дело, что-то должно из него такое интересное получиться. Вот, поэтому посмотрим. Ну, Ярослав, как бы, он уже в том году, когда еще Боголюбу ездил тренировать, он прям, ну, реально был на голову выше, то есть, своих там сверстников. Ну, это такой одиночка дворового футбола, который прям берет игру на себя, не боится, пробил, все, что задумал, то и сделал. Но здесь, как бы, получается, у него уже подсказываем, что и как надо делать. Молодец, работает. У нас два мальчишки переходили в том году. Вот, то есть, если судить тенденции развития, ну, вот, развитие, ну, видно очень хорошо. Уже один из них играет, ну, практически в основном составе в дубле, вот, второй на подмене. Ну, то есть, ну, как бы, в принципе, вливаются неплохо. Я очень люблю футбол сам по себе, то есть, и смотреть, и играть, и, так сказать, жить в нем полностью. Что меня мотивирует в команде, то есть, это хочется, там, даже вот, находясь в дубле, да, помочь молодым ребятам прогрессировать, например, да, потому что у нас есть люди, которые, опять же, поиграли, то есть, уже опытные ребята, да. Я думаю, у всех такая мотивация, чтобы наша молодежь из Добрыни, да, то есть, показала себя в основной команде, либо, возможно, еще где-то на более высоком уровне. Для меня Добрыни – это, наверное, скорее всего, отдушина, да, где я могу выплеснуть все эмоции, где я могу пообщаться с ребятами на разные темы, где можно провести хорошо время и, главное, в удовольствие. Я думаю, что все-таки Добрыни – это проект для молодежи, где нужно развивать, это начальная ступень для выхода в будущее профессионалов футбола. Ну, у меня практически все свободное время, надо сказать, потому что я, как бы, либо я на тренировке в дубле, либо с мальчишками на стадионе. Ну, когда свободен от работы, я всегда, как бы, в клубе, так скажем. Именно для меня Добрыня – это, в первую очередь, физподготовка, естественно, потому что надо держать себя всегда в тонусе, в хорошей форме, в учетном возрасте, потому что, если брать по возрасту, то в команде я второй по возрасту. У нас Анатолий самый старший, я следующий идут. Вот. Также мы участвуем в естественных мероприятиях районного формата, то есть в прошлом году выступали на район, в этом году тоже, если начнутся соревнования, будем также участвовать. Также спортивная составляющая никогда не выбивается. То есть нам наша цель, помимо того, чтобы подготовить молодежь, все-таки еще и достойно выступать. Какое это фирменное действие? Фирменное действие – мой папка. Дима, я слышал, что ты зубы дергаешь, да? Сколько у тебя сегодня было, вот, в принципе? В принципе, пациентов? Нет, в принципе, зубов. Ну, я не считал даже. Ты же сказал 8. Ну, где-то примерно так. Больше лезешь или удаляешь? 50 на 50. Все, нормально, короче. Короче, смотри, такой, типа. Такой, подожди, подожди. Такой. Лифанова Дмитрий. Зубной техник. В принципе, что еще можно сказать по этому поводу? Сколько пиво пить, я говорю. Пиво? Нет, пиво это зло. Детям нельзя. У детей много. А игроку дублю можно. Передиректору тоже, кстати, рассказал.